19 августа Русская Православная Церковь празднует Великий Христианский Праздник – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В этот день Церковь торжественно прославляет соединение Божества и Человечества в лице Иисуса Христа. Преображение Господне – праздник Преображения Господнего, принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом. В этот день в картинной галерее можно было насладиться не только духовной пищей, но и вполне земной. Сладкими угощениями с ароматным чаем и, конечно, главным лакомством праздника – румяными яблочками. Очередное заседание клуба «Калейдоскоп», которое работает для ребят в период летних каникул, на этот раз совпало с большим православным праздником – яблочным Спасом. Мы сегодня с детьми решили отметить этот праздник чаепитием, ну и, естественно, яблоки с медом. И понятно, что расскажу детям о том, что это за праздник. Это один из главных 12 праздников христианства. Традиции, связанные с этим праздником, то есть наблюдение наших народа о том, какая погода в этот день, такое будет, январь, допустим. Если будет сухо, значит, и на покров будет такая же погода, какая на яблочный Спас. По церковным канонам яблочный Спас правильно следует называть преображение Господней или Спас Иисуса Христа. Своё название яблочный Спас получил по времени созревания яблок, которые крестьяне обмакивали в мёд или сахар, или же готовили выпечку с яблоками. Во все времена этот день отмечался шумно и весело. Люди верили, что яблоки на Спас наделены особой силой. Они несут здоровье, красоту, силу и счастье. Об истории праздника ребятам поведали сотрудники музея, после чего юные посетители приступили к трапезе. Мне понравилось чаепитие, то, что угощают тут. Понравилось то, что я узнал о празднике, об этом. Если 19 числа солнечно, то осень будет солнечная. Если дождливая, то дождь будет. Если не облачко на небе, то будет морозный январь, ну зима морозная. Мне понравились выставки, и мне ещё понравилось то, что я познакомилась с другими детьми. По старинным поверьям, яблоки, съеденные в этот день, помогают исполнять загаданное желание. Правда это или миф неизвестно, но абсолютно точно то, что чаепитие с фруктовым лакомством юным ценителям прекрасного пришлось по душе. Ведь они не только пополнили свой багаж знаний, но и отлично провели летний день в компании друзей. Алена Лавринова, Игорь Иванович, программа «События».